В продолжении темы туризма. От общих тенденций в экономике и от динамики уровня доходов населения зависит то, куда едут отдыхать россияне в этом году. Почти все страны Европы закрыли въезд нашим туристам еще в феврале. Однако одна европейская страна ждет приток россиян. Сербия стала очень популярным направлением туризма. Впрочем, и у нас в Тверской области есть на что посмотреть. В летний период тверетяне устремились на базы отдыха на озере Селегер. Турбаза Орлинка, респектабельный Селегер Палас отель, пансионат Сокол с собственными пляжами и лодочными станциями. Эти места для тех, кто ценит природную красоту и сосновые леса. Нужно сказать, что в последнее время спрос вырос в целом на отдых на российской территории. К примеру, эксперты отмечают, что запущенный чартер на Байкал дал возможность большему количеству человек посетить этот регион. Спрос вырос и на отдых на Алтае, в Карелии, Дагестане, на Кавказе. Все чаще россияне приобретают туры по Золотому кольцу. Излюбленные направления отдыха Турции и Египет также остаются в приоритете у наших туристов. В ближайшие месяцы, я думаю, лидером продаж станет Египет. Очень ждем открытия Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна. Я очень надеюсь, что полетят чартеры в Вьетнам и в Таиланд, в Мексику, Кубу и Доминикану осенью. По сравнению с 2019 годом цены выросли где-то на 50%. Средний ценник по Турции 120-150 тысяч на двоих против 100 тысяч, который был в 2019 году.